Здравствуйте, девочки, мальчики! Говорю тихо, потому что Лёша спит. Я собираюсь на работу. Работаю я с полвосьмого. 7.30, 7 часов утра. Вот так вот я нарядилась. У меня тут, видите, басура, мусор. Всё делаю между делом. Значит, потому что с утра работаю... Ну, я покажу вам, где я работаю. Потому что сегодня начальница у меня уже взяла, попросила, чтобы я документы принесла. Это значит, что она меня берёт на работу. 4 дня я отработала, как проба была. Поэтому вам ничего не говорила. Ну, как бы, боялась, как бы не сгладили. Вы же знаете, что меня смотрят не только доброжелатели, но и люди, которые мне желают зла. В общем, и поэтому... Хотя я себя представляю всё время в красном коконе. То есть я считаю, что у меня вот этот красный кокон, в котором я себя всё время ощущаю внутри, он меня защищает. Вот. Жара страшная. Ужас. Ну, в общем, расскажу. Расскажу поподробнее. Вечером. Вечером, наверное. Давайте вечером сегодня сделаю трансляцию. Смотрите, жара страшная. И поэтому пожарные постели не готовятся. И потому что лес может загореться. И поэтому, видите, они проверяют работу доступно. Так, уж я иду. Работаю и оценку. Надо уже немножко побыстрее идти. Ладно, хоть чуть-чуть попрохладнее утро. А днём возвращаться так тяжело попыть. Илья, смотри, всё этот бар уже не русские держат. Вот. Знаете, на американцы они вот коктейль-бары назвали совсем по-другому. Ну и вот я покажу, где я работаю. Пока так покажу. Кричусь на столике. День начался уже с проблемой. Оказывается, сегодня запастовка у таксистов. И пришлось бегать по комнатам, сообщать, чтобы вы ходили раньше, потому что надо брать автобус. А он же дольше ведет. Вот. Смотрите, какой тут салон красивый, телевизор всё есть. Это я. Видите, как я хожу на работу? Ну, детская комната. Как красиво всё. Здесь красиво всё. Там завтрак. Ну вот, я закончила, пошла домой. Как классно. домой пошла я всё отдыхать, отработала. Пекло. Раз, пекло. Немножечко хоть тенечек есть. так хорошо отработать и идти домой так рано. Здорово. Вообще-то мне нравится работать по 6 часов. Это не так утомительно. вообще здорово. Кстати, каждый день, каждый день, ну, сейчас, да, в общем, там с завтрака остаётся хлеб, и мне, представляете, каждый день дают хлеб. А что не взять платно, дать на коляву. Вот, завтрак он такой, свежий хлеб тенечко. Так, люди на меня смотрят были. Слушай, ну, я просто, чтобы уже не включать потом камеру. В общем, каждый, каждый день не дают, ну, не выкидывать. Она меня спросила, я выкидываю, ну, потому что его уже нельзя на следующий день использовать этот хлеб. И она говорит, если хочешь, можешь, значит, взять. А вчера приходили, ну, пришли женщины выбираться. И одна такая девушка, ну, не знаю, сразу подумаю, что она наша. Я даже не поняла, как я это сообразила. А сегодня она, значит, заходит и мне говорит, здравствуйте. И я говорю, я тоже вчера подумала, что вы и это. И к ней подошла компаньерка, а у нас в сети работают с этого на уборках с Румынии. Вот я вам говорю, что так плохо стало с работой, потому что с Румынии очень много набежало народу, приехала сюда, сприт Балтики очень много. Ну, поэтому так плохо стало с работой. Вот. и она такая раз со своей начальницей, которая главная, раз и по-румынски начала говорить. Я говорю, а как ты так рисуешь русский язык? Я подумала, что она румынка. И так удивилась, потому что румынки, они обычно ничего не знают по-румынски вообще. Ой, по-румынски. В Румынии не учили, наверное, русский язык никогда. А она такая говорит, а у меня, говорит, родители здесь в Молдаване, то есть дома по-русски разговариваем, а живем, говорит, в Румынии. Я говорю, аа, вон что. Представляете, вот эта девушка сама родом с Молдавией, семья с Молдавией. Живут они в Румынии, а на заработки они приезжают в Испанию. Вот она приехала на заработки в Испанию. И потом начальница, значит, подошла, ну, и стала рассказывать, что вот вначале там сделайте второй этаж, потому что там, ну, приедут эти интграды, в смысле, заезды. И в заезды там она поставила, ну, со вторым этажом комнаты 208, там 206, 211. И, ну, сказала это в Инкаргаде главный. И Туарас поворачивается в Румынске, начала этой девушке объяснять. Ну, я уж ничего не стала говорить. Ну, что, она на заработки что-то приезжает. Видимо, она не говорит, на испанском. Так что, кто вот там какие-то глупости пишет, что вот тебя не берут, потому что у тебя там акцент большой, вообще нифига. Нифига ни за это. Вот, есть вот так много. И в прошлом году тоже были с Польши где-то две девушки, они вообще по-испански не говорили, даже вообще не говорили. Они только по-английски разговаривали. так что вот. Ну, так немножечко вам рассказала для разнообразия. Мне нравится там. Вот это такой отельчик маленький, как семейный бизнес. Все правильно организовано. Все люди, которые там работают, они уже там давно работают. Почему меня взяли? Ну, потому что девушка там ушла в декрет. Ну, ребеночка родила, не может сейчас работать. А сейчас спросите, как это меня взяли? Потому что одна знакомая сказала, что я вот такая хорошая, что она меня давно знает, что все такое, представила. Меня не спрашивали. Меня только спросили, есть ли у меня документы и разрешение на работу. А у меня никакие не спрашивали ни дипломы, никакое ни образование, ничего. не спрашивали. Она, кстати, хозяйка зовут Мария Торреса. И она так была удивлена, как говорит, ты хорошо подготовлена, ты все знаешь, мне практически ничего не надо объяснять. Я сказала, я же говорила, что я работала в отеле 20 лет. Ну, она так, ну, как-то. А потом говорит, сейчас будет заметно, что ты работала по себе. То есть, они даже еще и не верят, когда им говоришь, что вы там. У меня есть опыт работы, они еще могут и не поверить. И вот поэтому, видите, нужен человек, который представит. так, когда мне всякие пишут, там не можешь найти работу, потому что там что не умеешь, не единственное, почему я не могу найти быстро работу, здесь потому что у меня нет знакомых, которые меня прописнули. вот и все. Вот и все. И второе. Они предпочитают брать своих. Понимаете? Они из своих хотят брать. Чтобы работали испанцы. Ну это нормально. Что им что-то. Он хочет со своими общаться, со своими жизнями. Понять ли? Чем придет какая иностранка, которая многих вещей не понимает, не знает чего-то. Вот здесь новая пицца у нас подсеренную. Ну ладно, все. Сегодня вот будет у меня такое видео. Надеюсь, что вам будет интересно посмотреть. Живище страшно.